Скажите, пожалуйста, у Вас второго... Ну, накануне выступали Ваши артисты и сегодня. Сегодня у нас этот период в двух действиях. Скажите, пожалуйста, как Вы выбирали композитора или, вот, скажем, произведения? Почему на них решили остановиться? Ну, знаете как, выбор-то был большой. Хотелось показать спектакль максимально интересный для публики. Но приходилось еще также учитывать, что это сцена для нас новая, что нам так или иначе надо эту сцену попробовать. То есть, скажем, вчера балет выбирался такой, который в любом случае будет удобен для трансформации на любую сцену, тем более на сцену, пока для нас не знакомую. Сегодняшний спектакль был выбран, наверное, в большей мере за его яркость, зрелищность, потому что это не просто спектакль, это концерт-ревьюка Альман Гала, то есть это спектакль, в котором сведены воедино фрагменты, лучшие фрагменты из-за период Кальмана. И все это связано с некой единой линией сюжетной. Поэтому, наверное, именно поэтому мы и выбрали этот спектакль, что он дает, ну, наиболее полную картину творчества этого прекрасного композитора. Скажите, пожалуйста, все это спектакль, ну, спектакль веселый, скажем так. Спектакль веселый, спектакль интересный. Конечно, будем говорить так, этот спектакль лишен каких-то присущих оперетти, моментов комизма, лишнего комизма, потому что в оперетти все-таки действие развивается по определенным законам, есть пара героев, есть обязательно пара простаков, и у них все происходит более весело, более искрометно, более комично. Есть каскадная пара. И среди персонажей, среди героев так или иначе вписаны шутки, которые веселят зрителя, которые в данном случае делают спектакль более живым. В нашем случае, в нашем случае живость спектакля, это, скорее всего, вот, это вот большая музыкальная перспектива из творчества великого композитора. Этих же шуток в данном случае нет, потому что нет вот этой общей канвы, и, соответственно, нет необходимости вот в каком-то таком дополнительном завлекании. То есть просто немножко другой тип спектакля. Ну, что есть главного тогда? А главное есть Кальман. Главное есть Кальман, есть любовь, которая присутствует в его опереттах. Главное, есть прекрасная музыка и то наслаждение, которое мы получаем при соприкосновении с ней. Скажите, пожалуйста, после сегодняшнего спектакля домой возвращаемся? После сегодняшнего спектакля возвращаемся домой, да. Я думаю, что этот вопрос лучше задать все-таки нашей администрации, нашему директору, потому что я отвечаю за художественную часть, за творческую. Но будем говорить так, что ваш город мы очень любим, и с удовольствием приедем, если будет еще раз такая возможность. Площадку? Площадку, вот я вижу второй раз, первый раз я был здесь на открытии этой площадки. Площадка хорошая, большая площадка, которая многофункциональная, и в данном случае вот приезд наш лишний раз подтверждает, что эта площадка хороша не только для симфонических концертов, не только для филармонической деятельности, но также и для деятельности театральной. Есть, конечно, какие-то моменты, которые связаны с тем, что площадку надо обживать. Например, я, насколько знаю, мы открываем вашу яму оркестровую, да. То есть мы в данном случае первопроходцы. И, конечно, есть какие-то вещи, которые, допустим, вот на своей площадке, поскольку у нас тоже новый театр, новое здание, и на своей площадке мы уже какие-то задачи решили, которые вот нашли нужным решать для большего удобства, для большего комфорта в исполнении спектаклей. Здесь, конечно, мы получили площадку в первозданном виде. Но думаю, что местные свои коллективы еще обживут ее в полной мере. Знаете, когда приносит опера, оперета, опера – это что-то грандиозное, извините, как и блокбастер Михалкова. Оперета думает, что это легковоздушное. На деле, тромб большой вообще в оперете выступить, в оперете разыграться. Понимаете, мы не знаем того, что творится за сценой, мы не знаем того, что происходит. Чем оперета сложна? Ну, я хочу вам сказать, что артисты-опереты, особенно те, кто исполняет главные партии, ведущие, должны быть очень профессиональны, потому что, во-первых, нужно иметь голос, как таковой яркий, красивый тембр, что мне нравилось слушателям. Большой диапазон, потому что композиторы пишут на такой голос, что где и верхние ноты красивые, и звучные, где нижние ноты красивые. И, в общем, певцы и певицы должны иметь большой диапазон, хорошую технику. Потом сложность опереты в том, что еще нужно двигаться. При том, что вы исполняете достаточно трудную партию вокальную, вы еще двигаетесь, танцуете. Кто небольшие движения совершает, кто такие, например, как актеры каскадные, вообще даже доходят до грамматических номеров, и, в общем, в это время все и поют еще. Этим и сложна оперета. Я извиняюсь, что называется «Семь потов» сходит? Да, «Семь потов», да, сходит, да-да-да, конечно. Ну, насколько вообще, вот я не знаю, вот мы банальная вещь наша, мы все равно любим, насколько это вот утомительно тогда? Это вот трудно утомительно? Утомительно? Вы понимаете, это усталость, которая дает счастье. То есть мы все любим свою работу, здесь людей, лишних людей, которые не любят пение оперету и музыку, нет, и поэтому, ну, поэтому для нас хоть мы и устаем, вот, но испытываем счастье. Все мы театралы, спешим чуть-чуть, чем залмы, служить изгулку в высшеме счастье нет. Да, 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 да. Мы скажем прямо, что нам-то не граммат, а тоже оперетно и полет. Микросом, микросом... Стойте, стойте, стойте. Подождите. Подождите, мне кажется, нельзя так говорить! Вы услышите букет мелодий! Ну как это нельзя услышать букет? Ну давайте, то, и вы увидите букет мелодий из любимых билетов. Так, все приготовując с милым билетом. Ну что это такое? Ну так тоже нельзя! Мы все хотим в этом видео. Вот так, давайте поём так! И вы увидите букет фрагментов из любимых оперет. Так-то хорошо? Так, давайте еще раз, ребята, подождите. Что такое? Повторите еще раз. И вы увидите букет фрагментов из любимых оперет. Так-то хорошо? Не совсем. А вы уверены, что фрагменты будут из любимых оперет? А вот в этом-то я совершенно уверен. потому что это будут фрагменты из оперет Имре Кальмана, великого венгерского композитора. Его опереты идут по всему свету, его мелодии звучат на всех музыкальных сценах всех стран. И особенно любят его творчество в Венгрии, Австрии. И в Пензии. И в Пензии, и в Сарданске, и в Ульярске, и в Москве. И в Ульярске, и в Ульярске, и в Ульярске. Хей-ля, хей-ля, Твое дорого кончаста в местности слева. О, хей-ля, хей-ля, Я росла цветной пески в клубах. И в ульярске в клубах. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.